Ситуация развивается логичным образом. Происходит ровно то, о чем я, в том числе и с экрана телевизоров и различных иных средств массовой информации говорил. У нас были огромные претензии к некоторым управляющим компаниям, и компания «Посадэнерго» это только одна из них. Это те компании, в деятельности которых мы не уверены, и мы не уверены, что эти деньги, я сейчас говорю, это очень корректно, я хочу нарушать юридический флор, так вот мы не уверены, что деньги, которые собирают некоторые управляющие компании, не разворачиваются. «Посадэнерго» это одна из таких управляющих компаний. Нашу уверенность сегодня разделяют очень активно прохладные структуры, которые вчера проводили текущие мероприятия, в результате которых случилось то, что и случилось. Мы благодарны, что это случилось именно сейчас, пока еще есть возможность вернуть средства, и надеемся, что так оно и произойдет. Я хотел бы напомнить, что я регулярно говорил о том, что если мы хотим, чтобы наши деньги попадали по адресу, я говорю о тех деньгах, которые мы платим за коммунальные услуги, то мы должны платить их тем организациям, за которые власть может нести ответственность. Те организации, которые работают понятно и прозрачно не только для власти, но и для жителей. Я надеюсь, что произошедшее будет хорошим уроком всем недобросовестным, управляющим компаниям, и, что самое главное, их владельцам. И еще раз повторю, я надеюсь, что мы сможем те деньги, которые не дошли до конечного адреса, которые были собраны жителям, но не были заплачены за газ, за электроэнергию, за воду, от этих денег, по этим, очень много, десятки миллионов рублей, мы надеемся, что они будут найдены и все-таки дойдут по адресу. О задержаниях Вы могли бы пояснить, кого задержали, кого-то объявили в розыск? Я сейчас не готов озвучивать какие-то фамилии, те, кто задержан, кто объявлен в розыск. Я знаю, что следственные действия идут, и у меня нет никаких сомнений, что те люди, которые виновны в сложившейся ситуации, они будут пойманы и наказаны. По крайней мере, я очень на это надеюсь. И мы очень просили профитные органы, чтобы они это сделали. Продолжение следует...